Как знают читатели сайта «Антимодернизм», в будущем году будет Восьмой Вселенский собор, или, как его называют, Великий Святой собор, и к нему ведется уже больше 50 лет, подготовка очень энергичная, а сама идея, как известно, возникла почти 100 лет тому назад с неизменной целью реформации в Православной Церкви. В данном случае мне хотелось бы рассказать об одной недавней истории, которая очень показательна, и она обо многом очень говорит о том, что происходит за кулисами подготовки Восьмого Вселенского собора, и, как можно полагать, о том, что будет происходить на самом соборе. Дело в том, что в конце марта-начале апреля в Православном Центре Константинопского Патриархата в Шембези, в Швейцарии, прошло третье заседание специальной межправославной комиссии по подготовке Всеправославного Восьмого Вселенского собора. Туда входят представители всех церквей и возглавляет ее такой известный модернист и экуминист, митрополит пергамский Зизиулус. Это третье заседание, хотя оно и освещалось, но в основном чисто протокольно, что они собрались, они обсуждали несколько документов, и они разошлись до следующего заседания. Благодаря греческому православному агентству Рамфия, очень известному, которое, как можно понимать, ведет линию с критикой Вот этого Восьмого Вселенского собора, мы теперь узнали о подоплеке этого заседания внешне ничем такого неудивительного. Это агентство сообщило, что на этом совещании поднимался вопрос о выражении солидарности с сексуальными меньшинствами. И вообще вставал вопрос о поддержке извращенцев, естественно, на будущем Вселенском соборе, в документах, которые готовит эта специальная комиссия. Митропоэт Иоанн Зизиолос вскоре после этого выступил с опровержением, ну, очень специфическим, надо сказать. И, в частности, он заявил, что ни один из членов этой специальной комиссии, ни одна церковь, ни один представитель церкви православной не поддерживает, как он выразился, образ жизни сексуальных меньшинств. Из контекста этого опровержения, которое, значит, митропоэт Иоанн опубликовал на официальном сайте Константинской патриархии и добился его публикации в других средствах православной массовой информации, видно, что нет дыма без огня. Во-первых, судя по всему, митропоэт Иоанн опровергает не совсем то, о чем писало агентство Рамфея. Во-вторых, вопрос об отношении к сексуальным меньшинствам действительно рассматривался на этом заседании. Это, по крайней мере, мы знаем уже из уст самого митропоэта Иоанна. Во-вторых, видна позиция митропоэта Иоанна как председателя этой комиссии, которая состоит в том, что он осуждает образ жизни садамитов, но одновременно осуждает и всяческое общественное или уголовное их преследование. То есть, собственно говоря, в данном случае мы имеем дело с таким особого рода опровержением, которое, может быть, является даже более разволочительным, чем само сообщение агентства Рамфея. Характерно, что в этом же своем опровержении митрополит Иоанн признается также, что он действительно запретил членам этой комиссии от разных церквей выносить обсуждение этого вопроса за пределы комиссии и обсуждать как-то это в средствах массовой информации. На основании конфиденциальных сведений мы попытаемся немножко осветить этот вопрос вкратце. Итак, на этом совещании обсуждался такой пункт повестки дня будущего Вселенского Собора, по которому, видимо, будет принято общее церковное всеправославное постановление. О таком пункте, как «Вклад православной церкви в обеспечение мира, справедливости, свободы, братства и любви между народами и ликвидацию расовой и иной дискриминации». Ну, надо сказать, что этот пункт, он был внесен еще в 1976 году на Первом Всеправославном совещании, тоже по подготовке Вселенского Собора. А еще ранее, в 1961 году, на Всеправославном совещании на острове Родос, там это звучало в более общем виде, как «православие и расовая дискриминация». Так вот, судя по конфиденциальным сведениям, именно этот пункт вызвал резкие несогласия среди членов Межправославной предсоборной комиссии. И, в частности, вот этот пункт о ликвидации расовой и иной дискриминации. Естественно, возник вопрос. Ну, честно говоря, неизвестно, кто выдвинул это возражение, но возник вопрос, что подразумевается под «иной дискриминацией». Такой вопрос был задан непосредственно митрополиту Иоанну Зизиолусу. И получен исчерпывающий ответ, что да, в понятие этой «иной дискриминации» входит и дискриминация по отношению к сексуальным мешинствам, то есть к извращенцам. То есть, таким образом, с 1976 года и до сего дня предполагалось, что на Вселенском соборе будет выражена, по сути, солидарность с сексуальными мешинствами и будут осуждены все виды дискриминации этих извращенцев. Само по себе выяснение этого вопроса, по крайней мере, по моему мнению, является вообще значительным шагом по прояснению целей будущего Вселенского собора. Ряд участников выдвинул требования, чтобы этот пункт об «иной дискриминации» был либо раскрыт четко, то есть какой конкретной дискриминации не приемлет православная церковь, либо этот пункт был исключен вообще. Надо сказать, что другие представители, и в частности, представители Константинопольского патриархата и председатель комиссии интерполит Иоанн Дезиолос выступил в поддержку этого решения и аргументировал это таким образом, что церковь выступает против всякого насилия над людьми. И, соответственно, и над людьми, ведущими такой образ жизни. Таким образом, мы видим, что в своем опровержении, о котором мы раньше говорили, митропоэтан несколько неправильно передает свое мнение. То есть вопрос не идет об одобрении или неодобрении образа жизни, а вопрос идет об отношении, совершенно конкретном отношении православной церкви к греху гомосексуализма. К чести представителей русской церкви вместе с сербской, болгарской, грузинской, румынской и антиохийской церквями они выступили против принятия этого пункта. Однако это означает только одно, что другие церкви выступили за выражение по сути солидарности с безнаказанным следованием греху гомосексуализма. Здесь получается неразрешимая дилемма, между прочим, этическая, в данном случае. Когда православные церковные деятели, осуждая грех, осуждают любые следствия, которые вытекают из этого греха. Таким образом, осуждение, скажем, образа жизни извращенцев в устах митрополита Иоанна Визиолоса не значит ровным счетом ничего. Точно так же ему может не нравиться, и он может морально осуждать много чего другого. Но дело в том, что грех это то, что неизбежно влечет за собой наказание. И если мы перенесем это на, скажем, десять заповедей, если мы перенесем это на область других грехов, то мы увидим, что грех воровства никак не вписывается в эту моральную систему, которую нам предлагает в данном случае, как главное действующее лицо митрополита Иоанн Визиолос. Мы не можем сказать, что мы выступаем против дискриминации убийц. Мы не можем сказать, что мы выступаем против дискриминации, осуждаем дискриминацию грабителей. Другое дело, вполне возможно, что наши православные мыслители такого модернистского толка, как митрополит Иоанн, возможно, они, конечно, не считают, скажем, супружескую измену или еще какие-то грехи. Они не считают их грехами того же рода, как и грех воровства или убийства. Но при этом они, конечно, не могут не знать, что по крайней мере церковь никак не может выступать против дискриминации такого рода людей. Потому что она сама в своем каноническом праве и в своей пастырской практике как раз, грубо говоря, дискриминирует этих грешников, отлучая их от причастия, подвергая их церковным наказанием, извергая иссана, предположим, священника, который ведет какой-то аморальный образ жизни. То есть в данном случае перед нами в лице других церквей, которые выступили за включение пункта об осуждении дискриминации извращенцев, в их лице перед нами развязывается просто нравственная пропасть, пропасть нравственного релятивизма пропасть полной беспринципности. И в данном случае действительно между сербской, болгарской, грузинской, румынской, русской, антиотейской церквями и другими в данном случае развернулась действительно пропасть. пропасть, которой никак нельзя перейти. Потому что одни осуждают грех только на словах, только как какого-то рода неверное даже не представление, а какие-то неверные какие-то личные мечты никому неизвестные. Та же аналогия с курением не работает. Потому что у нас курильщики подвергаются дискриминации. Вообще-то. Вот в нашем обществе принятие новых законов. Точно так же, как у нас подвергаются дискриминации, ну так, грубо говоря, люди, которые, не знаю, скажем, плюют на улице или выражаются матом на улице. То есть в данном случае получается, что осуждение греха переносится в какую-то область, каких-то фантазий, область мнений, мнений, а не область заповедей. Хотя, я думаю, и даже представители этих, значит, поддержавших этот пункт церквей согласятся, что все-таки вопрос об извращении сексуальных относится все-таки к области заповедей.